Я вчера ночью жутко хотела свеклы отварной, но я этого не сделала, потому что я заснула. Это я вам сегодня рассказала. Спокойной ночи. Иди вне кадра меня вот здесь. Я, в общем, этого не сделала, потому что я уснула. Сегодня улеглась. Сегодня улеглась. Только что. Ну, как улеглась. Лежу, уже думаю, наверное, буду спать. Ну, морально готовлюсь к этому. И тут у меня такая мысль, а почему бы свеклы не поесть? И вот она я здесь, без перчаток. Без срявки. Ну, срявку я взяла. И, в общем, мою свеклу. Сейчас ее на кровомоске отварю. Вообще-то я собиралась книжку почитать. Пока все поели здесь, пока здесь телевизор смотрели, еще что-то делали. Это мне не давали здесь расслабиться. Есть где телевизор и шум. Ну, вот сейчас мы сжимаемся этим чудным делом. А, вам не видно, что это делали. Самый смак. Мытье свеклы. И еще я достала три картофелины. Будет у меня, знаете, как будто бы это крупный венегресс, назовем это так. Почему? Я разрежу прям такими кружаликами свеклу. Также разрежу кружаликами картошку. Все это дело подсолю. Будет у меня это в одной таре. Подсолю. Налью растительного вкусного пахучего масла. И все. Это будет как будто бы венегресс. А, ну, знаешь, капусту с прикуску поесть, то есть, а можно и не есть. А можно картошку отдельно, свеклу отдельно. В общем, посмотрим сейчас по обстоятельствам. У меня нет свободной моркови, потому ее варить я не буду. Ее просто нет. А что еще туда кладется? У меня еще горошек есть. В общем, практически винегрет, да. Больше всего хочется сколько-то. Еще знаете, что сто лет не ела? Чуку. Я прям по ней соскучилась. Раньше я покупала ее замороженную в метро. Прямо упаковки по килограмму. Чука зеленая, такие водороски, очень-очень сладковатые уже в соусе готовые. Можно разморозить и просто кушать. И что в сто летке вообще? Ну, я и в метро не езжу, так в магазине я не вижу. Вижу, бывает в упаковках, как в пластмассовых банках, невкусные. Вот именно в метро, именно в пакетах таких вакуумных, вкусная чука обалденная. Ну, в общем, для этого нужно сделать либо заказ в метро, либо поехать в метро. Скорее заказ, потому что поехать, меня заставить куда-то, это непостижимая вещь. Никуда я не собираюсь делать, не больше ничего. Тоже очень вкусно. Столик не ел. Соскучилась прям. Десять где-то минут вот такая свекла у меня в микроволновке. В пакет вкладываю. Прям так и засунула. У меня есть картошка. Где-то десять, ну, двенадцать минут, которая по крупнее. Картошка, которую я брала с пятерочки, вот эта вот молодая. Господи, это просто совершенство. Надо сгонять в пятерочку и купить еще раз с такой картошкой. Причем килограмм пять-шесть снова взять, потому что она суперская. А это и старая портретика, как отличается. Рыбанная сейчас. В общем, это суперская картошка. Сейчас мы в полосном раковине тут сидела выпьем. Вот так. Все. Помыли. Десять минут на кроволновке. И потом в холодную воду. Ваш селье, что я включала. Вот эта, которая у меня под ящиками. Десять минут на кроволновку, потом подструю холодной воды. Можно в чашку. Подостынет побыстрее. И не завязываю пакет, а оставляю так. Просто на старт, как и для разогрела, вот на десять минут я поставила. Как будто она крива у меня стоит здесь, я смотрю. Там, ну, ты что крива стоишь? Да, как будто крива. Ну, а пока у меня все это дело греется, я, наверное, чайку себе позволю выпить. Очень хочется. Чайник, как всегда, пустой. Почему меня это не удивляет? Почему меня это не удивляет? Скажите мне. Пустой чайник, ну, какой такой может быть, всегда пустой чайник. А только я собираюсь на пить чаю, я всегда наливаю чайник. А до этого кто наливает? А до этого кто выпивает? Придется еще и чайник дать. Я сейчас переженила, потому что свежий чай этот никто не пил. Я думала, что сын будет переженил его. А он у меня сверху был прям такой, еле-еле. Переженила, пусть как раз отстоится, чайник у него закипит. И будем пить чай с вами. Ну, или с вами, или без вас, не знаю. Но есть точно я буду сегодня.